Витебск Что делать, когда ты запутался в жизни? В голове множество вопросов, и ты не знаешь, где искать на них ответ. Наверное, стоит сделать паузу и отправиться туда, где все начиналось, туда, где прошло твое детство. Так и поступила Лена, героиня новой постановки областного драматического театра «Рыба моей мечты». Там она разговаривает со своей мамой, друзьями и первым возлюбленным. Тогда-то девушка и понимает, что главное в жизни – любовь, и именно она движет человеком. Режиссер постановки Даниил Филиппович характеризует жанр нового спектакля как безудержное веселье, переходящее в слезы и обратно. Зрители ожидают как минималистичные мизансцены, так и дикие танцы. В спектакле нет декораций, только открытая сцена, которая не прячет ни переодевания, ни светового оборудования. Актеры примеряют на своих персонажей различные маски. В музыкальном оформлении сочетается современная классическая музыка, а главную роль исполняют сразу две актрисы. Гомельский городской молодежный театр приглашает всех на спектакль с провокационным названием «Урод» по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Он предлагает размышлять о проблемах современного общества, в котором царит культ плакатной красоты и успешности, а человек иногда становится товаром. Главный герой сатирической комедии – талантливый инженер-электрик Летте. Вдруг понимает, что он невероятно уродлив. Накануне конгресса ему об этом сказал шеф. Позже подтвердила жена. Мужчина обращается к пластическому хирургу. Помогло ли ему это? Узнаете в конце постановки. Если же вы не любитель театральных постановок, то на следующей неделе рекомендую отправиться в кинотеатры. 18 июля в регионе в прокат выходят три премьерные ленты. Сюжет картины «Мертвые не умирают» поднимает излюбленную многими тему зомби-апокалипсиса. Жители американского городка узнают по радио о том, что миру грозит конец света. Разобраться с этим должны местные полицейские в исполнении Билла Мюррея и Адама Драйвера. Продолжая тему ужасов, но уже без комедийного подтекста, немецкий фильм «Обитель тьмы». Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но скоро они понимают, что в этом страшном месте есть кто-то еще. Самая долгожданная и трогательная премьера недели – ремейк мультфильма «Король лев». История об отважном львенке Симби известна уже многим. А вот увидеть, как американские кинематографисты совместили реалистичные документальные кадры с анимацией, можно на следующей неделе. Современные технологии обещают показать удивительный мир африканской саванны во всей красе. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова